Кто-то ориентируется на размерную сетку бестгальтеров, а кто-то оперирует понятиями первый, второй и так далее размер груди. Мы подскажем, как сориентироваться в величине чашки и не ошибиться с замерами. Обхват груди – важнейший параметр при выборе правильного белья или верха наряда. Чтобы его правильно измерить, вам потребуется узнать две величины – обхват по выступающим точкам и обхват под грудью. Отнимаем второй от первого, разницу находим в таблице и соотносим с правильным размером груди. Перед тем, как узнать, какой у вас размер груди, наденьте бестгальтер без объемных вставок, который хорошо поддерживает бюст. Поверх можно надеть облегающий топ, если измерение вам требуется для покупки одежды, а не белья. Итак, мы измерили два обхвата и вычислили разницу между ними. Пришла пора найти соответствие размера этим параметрам. Первая цифра обозначает разницу между обхватами, вторая – ваш размер груди. Теперь посмотрим, как будет выглядеть ваш размер бюста в буквенном обозначении. Именно с ним вы будете сталкиваться чаще всего в бельевых магазинах. Ищите соответствие ниже, вооружитесь сантиметровой лентой. Идеально, если вам кто-нибудь поможет. Измерить предстоит два параметра. Первый – это тот самый обхват. Чтобы вы смогли подобрать комфортный бестгальтер. Обхват груди нужно измерять так, чтобы лента прилегала к телу плотно, но не жимала бюст слишком туго. Встаньте ровно с опущенными руками и позвольте помощнику снять мерки. Сантиметровая лента должна быть расположена строго параллельно полу и проходить через самые выдающиеся точки бюста. Второй параметр измеряем под грудью. Удобнее снять мерки в комфортно сидящем бестгальтере без пушапа или выступающих косточек. Если вы измеряете себя без помощников, делайте это перед зеркалом. С помощью разницы двух обхватов найдите свой размер груди в таблице. Если вам по каким-то причинам не удается определить точный размер таким способом, воспользуйтесь расширенной таблицей. После того, как вы измерили два обхвата, нужно вычесть один из другого и соотнести полученное число с таблицей размеров. Для примера определим размер чашки груди для обхватов 70 и 83. Разница этих параметров равна 13 сантиметрам. Найдите ее в таблице соответствия размеров, получите чашку А. Далее вычисляем объем груди, получаем размер 70 А. В зависимости от страны производства белья размерная сетка будет заполнена разными видами обозначений. Они могут быть буквенными, номерными и смешанными. Чтобы найти соответствие между российским номерным размером и европейским буквенным, сверьтесь с простой таблицей ниже. Однако сегодня подобные маркировки используются достаточно редко, поскольку они плохо учитывают индивидуальные анатомические особенности, игнорируя, например, форму бюста и разницу между обхватами. Современные производители чаще пользуются иной размерной сеткой, с буквенно-номерными величинами, где, если вы все подобрали и измерили правильно, бестгальтер не стягивает, но плотно прилегает к телу. Грудь в правильно подобранном бестгальтере полностью находится в чашке, если это не так, значит, чашка мала. Задняя застежка бестгальтера должна располагаться горизонтально. Если она тянется вверх, размер подобран неверно, либо бретели слишком сильно затянуты. Накладки-насоски – это нужное приспособление для кормящих мам, представляющее собой выпуклые формы из прозрачного полимерного материала. На них есть отверстия, обеспечивающие доступ младенца к груди. Зачем нужны такие накладки? Они очень полезны в случае, если кормление сопровождается болезненными ощущениями в груди или если у ребенка слабый сосательный рефлекс. Накладки помогают ребенку выработать правильный навык сосательных движений, например, если мама и младенец были разлучены в первые дни после родов. Тогда крохе бывает сложно отвыкнуть от соски, а накладка позволяет приучить малыша к материнской груди. Приспособление будет полезной женщинам с плоской формой сосков и обличит младенцу процесс кормления. Также накладки могут предотвратить появление микротрещин и раздражения на сосках. Для лучшего результата их стоит использовать с самых первых дней кормления. Мы приводим таблицы размеров накладок самых популярных брендов. Медела С, для слабых, недоношенных детей, диаметр соска в напряжении меньше 1 см. М, диаметр соска в напряжении 1 см. Л, диаметр соска в напряжении больше 1 см. Филипс Овант минимальный, диаметр выемки соска накладки 1 см 5 мм, диаметр соска в напряжении 1 см. Стандартный, основание выемки соска накладки 2 см 1 мм, диаметр соска в напряжении 2 см. Пигиун М, диаметр выемки соска накладки 1 см 1 мм. Л, диаметр выемки соска накладки 1 см 3 мм. Как подобрать накладки на грудь нужного размера? Прежде всего диаметр внутреннего впалого пространства накладки должен быть немного больше диаметра соска. Выпуклая часть накладки, имитирующая сосок, должна располагаться не выше расстояния от губ ребенка до стыка твердого и мягкого неба. Если высота соска накладки больше, это может привести к затруднению лактации и проблемам с молочными железами. Лучше выбирать мягкие и тонкие накладки, которые сократят расстояние между ребенком и грудью. К тому же такое приспособление плотнее и надежнее прилегает к телу, чем толстый полимер. Даже если вы правильно подобрали размер накладки, нужно еще и правильно ее надеть, чтобы избежать дискомфорта. Для начала смочите внутреннюю выемку небольшим количеством воды. Затем выверните полимер наизнанку, приложите к груди и начиная от соска, выворачивайте пластину обратно. Правильно надетые накладки должны полностью прилегать к груди. Неправильно подобранный размер может привести к травмированию ореолы и соска. Кроме размера следует ориентироваться и на материал, из которого изготовлены накладки. Сегодня в продаже вы можете найти три вида, резиновые, латексные и силиконовые. Резиновые накладки сейчас производят редко. Они выглядят как обычные пустышки для детских бутылочек. Такие накладки сперва прикрепляют на пластиковую основу и только затем крепят на грудь. У этой конструкции много недостатков, и прежде всего она создает слишком большое расстояние между ртом младенца и грудью. Латексные накладки имеют мягкую текстуру, поэтому достаточно комфортны. Но в то же время их легко повредить. Кроме того, он материал может вызывать аллергические реакции. Лучшими на сегодняшний день считаются силиконовые накладки. Они прочные, износостойкие, пластичные, не вызывают аллергии, не впитывают запахи. Фотошитерсток.